Так, добрый вечер, дамы и господа, здравствуйте, всем привет. В общем, в чём суть? Мне на стримах прям очень часто задают вопросы, типа «Как ты относишься к тому, сани, к блогеру, к этому, вот к этому» и так далее. Я на самом деле уже кучу раз отвечал на эти вопросы, и в итоге всё дошло до того, что я по 10 раз повторяю одно и то же. Поэтому я решил сделать это видео. Спасибо, Генри, за идею, за вот это всё. Короче, я увидел этот тирлист сначала на канале у Генри. И, короче, вот, сегодня вы наконец-то узнаете, что я думаю о саника-блогерах. Не обращайте внимания на мою эту анимацию, у меня чё-то было лень настраивать. Это, типа, ненапряжный видос такой, ну, просто какая-то хрень для второго канала. Вот, значит, я немного поменял список, потому что я тут большинство не знаю. Я немного передвинул, чтобы сначала, типа, разобраться с теми, кого я знаю более-менее. Значит, первым у нас идёт Shadow Pawsers. На самом деле, я не знаю, как можно оценивать себя, но, типа, когда-то давно я, может быть, пересматривал свои видосы, но сейчас тупо не смотрю. Как бы парадоксально это не было. Это Генри, если я не путаю. На самом деле, с Генри довольно интересная история. Вот, как будто бы судьба-злодейка пытается разлучить меня и Генри. В общем, суть в том, что давным-давно я чё-то наткнулся на его канал, начал смотреть видосы, думаю, блин, прикольный чувак. Но потом чё-то произошёл, какой-то баг Ютуба или чё-то такое. Короче, у меня пропала подписка на его канал, и в рекомендациях его не было. И я долгое время думал, блин, да где этот Генри, чё он, куда он пропал. Оказывается, он... Где-то полгода, я так думал. Оказывается, он всё это время никуда не пропадал и делал видосы. И я нашёл опять его канал, но забыл, короче, подписаться. И потом я опять долгое время думал, что Генри пропал. Короче, как-то так. Но сейчас Генри по-любому в любимчике. Даже несмотря на то, что он меня зараза поставил на нет, спасибо. Всё равно очень хороший канал. Хоть его основной контент это игрофильмы. Я уже говорил на трансляциях то, что типа... Игрофильмы это просто, ну, тупо не моё, не мой контент. Но мне очень нравятся у него обзоры. В принципе, какие-то его ролики, не знаю, разговорные с мнениями. Не знаю, мне прям очень нравится его формат. Так что, любимчики. Доротея. Ну, относительно недавно у Доротея был такой типа камбэк в тематику Соника, насколько я помню. Вышло пару роликов неплохих, но типа, я не знаю... Блин, сложно. Ну, типа, я бы поставил не смотрю, но только из-за того, что роликов практически не выходит. Либо в любимчике, потому что ролики мне нравятся. Не знаю, короче... Давайте хорошо. Пускай будет хорошо. Было бы в любимчиках, если бы ролики были почаще. Это... Это LightSky? По-моему... Я не знаю, просто... Могу ошибаться, но вроде бы это LightSky. LightSky вообще... Красавчик. По сути, LightSky это, наверное, единственный Соника-блогер, кто, я считаю, смог меня прям разоблачить именно по делу. Не выдумывая какую-то хрень. Но это еще и при том, что он свой ролик разоблачительный так и не выпустил. Там... Суть была в том, что, типа, мой вот этот ролик про отмену второй мании, я там реально изучил материал... Ну... Так себе изучил. Наговорил там много дичи. И LightSky мне за это предъявил, причем, что самое главное, высказал все это адекватно, без каких-то оскорблений и так далее. Я в итоге прибежал к нему на стрим. Мы поговорили, я там сделал какие-то выводы, какой-то... Там... Название ролика немного поменял, описание, чтобы не было... Чтобы не было какой-то путаницы, недопонимания и так далее. Короче, LightSky молодец. Но опять же, блин, где видосы? Нету видосов. Но вставлю в любимчики. Но видосов нет. Но все равно в любимчики. LightSky красавчик. Это Jutix. Я на самом деле Jutix не смотрю. Но, в принципе, видел... Что-то... Ну, так, мельком. Мельком видел его канал. В принципе... Да, хороший контент. Просто я не знаю, я не смотрю. Зона веселья Сани тут безоговорочно любимчики. По-любому. Вообще, вот... Зона веселья Сани, это, на мой взгляд, наверное, вообще лучший Саника-блогер. Давайте даже вот так. Подвинься, засранец. Типа, мне нравится то, что чувак, ну, просто делает контент. Старается. Не знаю, тут даже больше нечего сказать. Типа, чувак реально тупо пилит контент. Не устраивает там никаких скандалов, никаких срачей. Просто делает видосы и... Не знаю, хороший чел, позитивный. Сындук, блин... Я не знаю, правильно ли считать Сындука Саника-блогером. Как бы... Он... Ну... Я бы не назвал его Саника-блогером. Типа, это я не знаю. То же самое, что называть Саника-блогером вообще любого чувака, который... Хоть там, не знаю, раз в год делает что-то по Сонику. Но, типа, не знаю, у Сындука хороший контент, я его смотрю. Опять же, мне очень сильно не понравилась его озвучка в Сонике в кино 2. Но, опять же, типа, он не виноват. Как бы, он пришел на пробы, его взяли, он озвучил, и озвучил он хорошо. У меня претензии именно к голосу. То есть, тут, я считаю, виноваты именно режиссеры дубляжа. То, что взяли такого актера. Типа, актер он хороший, великолепный. Просто, мне кажется, не подходит голос под Соника. Особенно киношного. Ну, да ладно. В плане, не знаю, в плане Ютуба, любимчики. Мифересу, не знаю. Мифересу я, честно говоря, не смотрю уже давно. Уже какое-то время. Типа, раньше, может быть, смотрел, но сейчас, не знаю. Не слежу, не знаю, что у него там. Сумочкин однозначно любимчики. Вообще, ноль претензий. Шикарные обзоры, просто их обожаю и так далее. Лайвон. Лайвон, Лайвон, Лайвон. Ну, блин. У Лайвона хорошие видосы. Я, на самом деле, очень сильно удивился тому, то, что у Лайвона прям очень качественные озвучки комиксов. Типа, он там, не знаю, набрал каких-то хороших актеров. Я прям был в шоке. В принципе, у него неплохой монтаж, неплохие видосы. Не знаю. Почаще бы. Выходить бы почаще видосы, тогда бы не было проблем. А так, ну, давайте как Доротея. Хорошо. Вот это Дайя Китти, если я правильно произнес. Отличный канал. Он наткнулся вообще абсолютно недавно. Посмотрел некоторые видосы там и анимации, и что-то типа видеоэссе. Не знаю, мне очень понравилось. Прям хороший. Так что, в любимчике. Филинов. Филинов, наверное, тоже в любимчике. Не знаю. У него хорошие обзоры, мне очень нравятся. Типа, Филинов это такой прямо олд. Самый настоящий. Все мы помним его ретроспективу. Конечно, там в каких-то моментах я могу быть с чем-то не согласен. Но так или иначе, хороший-хороший ютубер. Shadow BMX. Его я тоже не смотрю. Уже достаточно давно. Когда-то давным-давно смотрел его видосы, но сейчас типа не знаю. Он просто начал делать ролики на такие темы, которые мне особо не интересны. Не говорю то, что они плохие, просто не мое. Вот этот чел просто кнукал. Я его тоже не знаю, не смотрю. Но я помню в телеграм-чате, по-моему, кто-то кинул его стрим и кинул таймкод. Типа, вот он там про меня, короче, что-то говорит. Я послушал. Чел почему-то думает то, что я его знаю. То, что типа я за ним как-то слежу. На основании того, что его кто-то где-то у меня забанил. Я так и не понял, что вообще в чем дело. Но типа... Я не понимаю, в чем связь. То, что тебя забанили. Как это вообще связано, знаю я чела или нет. Как бы если забанили, значит нарушил какое-то правило. То есть банами у меня занимаются модеры. В последнее время я сам вообще баню кого-то очень редко. Ну типа... Не знаю, у нас нет такого правила, что вот забанить всех саника-блогеров и так далее. Типа, чувака забанили, я не знаю. На самом деле про просто кнукла спрашивали больше всего, по-моему. Вот вам, пацаны, официальный ответ. Я не смотрю канал просто кнукл. По-моему, только один раз натыкался на его канал, но типа так и... Так ничего не посмотрел, как-то, я не знаю, не заинтересовался. Кондрашов это каверы. Не знаю, некоторые каверы мне понравились, но типа точно так же не слежу. Вот этот, по-моему, это Доктор Штейн, который давным-давно озвучивал Соник Шортс, или как это называлось, от Парадокса. Блин, я в детстве, помню, смотрел именно только в его озвучке, когда еще особо не знал английский. Но типа, опять же, сейчас он, по-моему, давно ничего не делает, я за ним не слежу. Вот это, вроде бы, это Домитори, я не знаю, я не уверен, но, опять же, все равно, типа, чел... Ну, я его не смотрю, потому что он ничего не выпускает. Вот. Дальше, чуваки, я вам клянусь, я не знаю никого из этих людей. Типа, какие-то аватарки, может быть, знакомые, но я реально, я не слежу. Я не слежу за Соника-блогерами. Типа, для меня все вот эти аватарки, это как вот в том меме, а вам когда-нибудь снился этот человек. Я реально... А, кстати, вот этот чел, по-моему, у меня рекламу покупал год назад в посте. Вроде бы. Ну, в любом случае, не знаю, не слежу, не смотрю. Что это за аватарка? Легенда детства. Кто это? Напишите, кто это. Короче, как-то так. Супер Соник Кон, по-моему. Ну, типа, разве это Соника-блогер? Это такой, типа, канал, посвященный какому-то ивенту, хотя у них там что-то выходило, не знаю. В любом случае, типа, пацаны, я не слежу за Соника-блогингом нашим, то есть вообще. Причин на это достаточно много, но, не знаю, наверное, самое главное это то, что я такой человек, типа, я не вижу смысла подписываться на какой-то канал, на котором ничего не выходит. А у нас Соника-блогеры очень многие просто забрасывают свои каналы, уходят там в дискорд сервера, группы ВК и так далее. Я, опять же, я не осуждаю, просто, типа, ну, я когда подписываюсь на канал, я хочу смотреть какие-то видосы, а не лазать по всяким группам и так далее. Это первое. Второе, типа, то, что, ну, у нас очень мало выходит контента от Соника-блогеров, наверное, потому что монетизация в России никакущая. То есть даже до всей вот этой ситуации, которая сейчас происходит. Я недавно как раз буквально на днях был, заходил на стрим к одному Соника-блогеру англоязычному, у которого там подписчиков было совсем чуть-чуть. И я был просто в шоке, чуваки. Он, короче, рассказывал то, что у него был ролик, который набрал 4000 просмотров. И он сказал то, что он за 4000 просмотров заработал, знаете, сколько? 9 долларов. Я просто был в шоке. Потому что, чтобы вы понимали, я вот помню, когда я собирали мои видосы по 4000, ну, типа, с такого видоса за 4000 просмотров я мог заработать, ну, не знаю, максимум, типа, доллар. Да даже нет, там, центов 50-60. То есть на Западе ютуберам платят намного, намного больше. Я даже помню несколько случаев, когда я видел западные каналы, которые тупо набирали там, ну, типа, не знаю, 10 тысяч подписчиков, 15 тысяч. И уже на этом этапе говорили, типа, все, чуваки, я уволился со своей работы, теперь я буду полностью, типа, ютубером фулл-тайм. То есть вообще вдумайтесь, там людям достаточно на 10 тысяч подписчиков, они уже зарабатывают столько, то, что могут, типа, полностью себя содержать и так далее. То есть это вообще какой-то шок по сравнению с тем, то, что платят ютуберам у нас. И, соответственно, ну, как бы, когда у тебя никакущие доходы, ну, на голом энтузиазме ты долго не протянешь. Наверное, как раз во многом поэтому у нас очень редко выходит контент по Сонику на русском ютубе. И каждый раз, когда кто-то внезапно там из старичков просыпается, что-то выпускает, это прям какой-то праздник. И это, конечно, печально, на мой взгляд. Вот. Ну и, в принципе, не знаю, типа... Я что-то пробовал смотреть каких-то наших Соника-блогеров, но, не знаю, мне как-то просто не мое. Допустим, вот опять же, зона веселья Сани. Мне очень нравится его подход. То есть чувак просто пилит контент, старается и так далее. А у нас что-то как-то... Ну, то есть это такое, скорее, исключение из правил. Большинство, опять же, забрасывают каналы, уходят в группы ВК, в Дискорды и так далее. Я не говорю то, что это плохо. Типа, это просто, ну, не мое. Все-таки я хочу смотреть видосы. Вот. Как-то так. Не знаю, надеюсь, никого не обидел и так далее. Но, пацаны, я просто, я реально, типа, я не слежу. То есть я могу сказать то, что смотрю только вот этих вот. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять человек. В общем, как-то так. Надеюсь, то, что я ответил, наконец-то, на ваши вопросы, которые вы мне задаете в чате постоянно. Вот. Как-то так. Я, опять же, не знаю. Я больше по западному соникоблогингу англоговорящему. То есть там как-то контента больше, и там как-то контент больше тот, который мне по душе, скажем так. Вот. Все, наверное. Спасибо, спасибо, спасибо то, что посмотрели эту срань. Подписывайтесь, не знаю, ставьте лайки. Че, че еще сказать. С вами был Shadow Pawsers. До свидания.